Сегодня в программе. Почистим шампуры без хлопот, вымоем люстру, не снимая ее с потолка и соорудим светильник-незадувашку из того, что есть под рукой. Какую фразу говорят правильные хозяева, приглашая гостей? Правильно, приходите на шашлык. А чтобы шашлык был качественным, то обязательно должны быть чистые шампуры и решетка для гриля тоже должна быть идеально чистая. Шашлык популярен практически во всех странах мира. Готовят его примерно одинаково, но называют совершенно по-разному. Список названий огромен. В России шашлык появился очень давно, однако тогда он имел иное название – верченое мясо, просто и понятно. Его готовили на углях и на вертеле. Привычное нам слово «шашлык» появилось в XVIII веке. Позаимствовало его русскоязычное население у крымских татар, и звучало оно иначе – шашлык. Идея открытия первой шашлычной принадлежит Александру Дюма. Именно он открыл в 1858 году первую в Париже шашлычную, после того, как вернулся из путешествия по Кавказу. Посмотрите, проверьте, а случайно не вот такая ли она осталась у вас с прошлого сезона? Грязная вся такая, жирная. Ужас! Будем чистить. Итак, в первую очередь обязательно наденьте перчатки, потому что будем работать с агрессивными средами. Во-вторых, делайте это обязательно только на свежем воздухе, ну, чтобы не надышаться парами. Итак, берем сначала воду, губку для мытья посуды, слегка смачиваем и насыпаем на губку соду пищевую. Сложите шампуры в металлическую емкость, залейте водой, насыпьте соду, стакан на 10 литров и прокипятите в течение получаса. Дайте воде остыть и вымойте шампуры под проточной водой. Они будут блестеть, как новые. И вот этой содой просто натрем над тазом нашу решетку. Вот смотрите, уже потихонечку, знаете, сколько грязи? Вот смотрите, видите, сколько грязи? И вот эту решетку мы потрем. Даже уже сейчас у нас часть грязи снимется. Так, теперь нам нужно эту решетку в соде замочить, чтобы щелочь разъела всю гарь, весь такой пригоревший жир. Делайте это в том месте участка, где у вас не растут ни цветы, ни овощи, ни ягоды, ни фрукты. Мало ли это все на землю попадет. Почистили чуть-чуть. И теперь убираем и растворяем в тазу. Прям в том же. Ковшик воды и соды. Много соды. У нас должен получиться очень крепкий щелочной раствор. Так, дождитесь, пока сода растворится. И положите нашу решетку в воду. Чем больше емкость, тем лучше. В идеале, чтобы решетка легла в эту емкость полностью. Ну, а если такой емкости нет, ну, будем мыть по кусочкам. Итак, смочили. И теперь смотрите, что мы делаем. Так, мы берем уксусную кислоту. Будьте аккуратны. Фух, плату. Отличная реакция. Так, поболтали. И благодаря реакции между содой и кислотой, жир разъестся гораздо быстрее. И очистить решетку будет гораздо проще. Уже даже сам металл виден. Вместо губки для мытья посуды можно использовать обычный речной песок. О, дико трудоемкий процесс. Ну, так ведь нужно было помыть решетку осенью, а не ждать целых полгода до весны. Но если решетка не такая вот закопченная, как у меня, то, в принципе, намыльте ее хозяйственным мылом. Положите вечером в траву. Роса утренняя и вечерняя разъест всю грязь. Потом возьмите об песок, потрите эту решетку, и она будет идеально чистой. Но вообще делать такие вещи нужно с осени. Чтобы приехал весной, сразу поставил шашлык жарить. И ни забот, ни хлопот. Вообще, конечно, это хорошо. Вечерочком с друзьями сесть на крылечки, посидеть при свечечке. Но ведь ветер на улице. Сейчас делаем своими руками из того, что у нас есть, светильник, не задувашку. Берем банку. Можно сделать несколько маленьких. Можно взять вот такую вот 0,7 банку. Можно сделать литровую, можно трехлитровую. В зависимости от размера свечки. Берем свечу и меряем, чтобы она была буквально чуть ниже банки. Если свечка больше, то нужно ее немножечко подрезать. Так, сколько нам нужно отрезать? Сейчас мы померяем. Опа. Вот так вот. Вот такой кусочек, чуть побольше. Отрежем. Вообще, желательно резать так, чтобы дно свечки было ровное. Потому что мы же ее будем ставить, чтобы она у нас не болталась. Так. Опа. И отрезаем фитиль. Так, есть. Эту же свечечку. Ее поджигаем. Кстати, можно вообще даже взять другую свечку. И стараемся сделать так, чтобы свечка капнула на дно. Так. Но будьте аккуратны, чтобы огонь не задел стекло. Иначе стекло треснет и будет у вас не посиделки с друзьями, а посещение травмпункта. Итак, поставили свечку, но чтобы она надежно стояла, чтобы, мало ли, стол тряханули, свечка не упала. Возьмите прям вдоль свечечки, аккуратно по краям, насыпьте чего-нибудь, такого какого-нибудь материала, который не горючий. Можно песок насыпать, можно керамзит. А у меня тут раскрошенный кирпич. Так, насыпали. Так, теперь обязательно проверьте, чтобы свечка в банке не болталась. Это очень важно. О, она там чуть-чуть шевелится, но она не болтается в разные стороны. Ну что, в принципе, наш подсвечник готов. Сюда можно проволочку примотать, подвесить куда-нибудь на крючочек. Можно на саму банку наклеить какие-нибудь цветочки-лепесточки. Особенно летом, когда цветы цветут. Прям красота. Ну что, пробуем? Опа. Так что не бывает безвыходных ситуаций. Бывает просто недостаточно знаний. Но, по крайней мере, как сделать светильник быстро, своими руками не задувашку, вы теперь точно знаете. Чтобы от перегрева стекло не лопнуло и не поранило вас и ваших близких, следите, чтобы свеча стояла ровно в центре банки и не прикасалась к стеклу. Ну что, дела все переделаны. В доме чистота и порядок. К приему гостей мы готовы с вами. Пора уже и собой заняться. Ведь в конечном итоге мы хоть и хозяйки, но в первую очередь дамы. Вечереет, гости скоро придут. Вон, шашлык уже практически готов. А вы глянь, а люстра-то грязная и не помытая. Не переживайте, все очень просто. Надеваете фартук, обязательно с карманом. В карман складываете. Антистатик. Сейчас не спрашивайте, расскажу потом. Спирт обязательно. Тряпочку, мусорный пакет, ватные диски и обязательно крем для рук. Берете мусорный пакет, надеваете на плафон аккуратненько, так, чтобы весь плафон был внутри пакета. И сухой, не влажной, с сухой тряпкой. Да, кстати, самое главное, забыла сказать, выключите светильник, пожалуйста. И сухой тряпкой протираем пыль с люстры. Смотрите, она у нас будет падать, вся пыль, в мешок. Что-то останется на тряпке, а что-то в мешке. Так, протерли. Мешочек связали. Можно кинуть на пол, потом подберем. Потом взяли спирт, ватный диск. Посмотрели, где у нас там на люстре какие-то пятнышки. И спиртиком аккуратненько протерли, где там пыль лишняя скопилась. Дождемся, пока спирт высохнет, а сохнет он очень быстро. Потом берем антистатик, встряхиваем. И на расстоянии минимум 30 сантиметров, а лучше 40, чтобы не попортить люстру, чтобы распыление было хорошее, мы эту люстру антистатика, вот прям вот так вот, даже лучше, наверное, прям полметра, мы ее обработаем. Поэтому антистатик впитается, осядет, и пыль будет садиться на вашу люстру гораздо меньше. Кстати, включать нужно люстру после такой обработки не раньше, чем через 15 минут. Но ведь вы все это делали голыми руками. Спирт руки сушат, антистатик тоже. Пыль, кстати, тоже сушат. Но у нас ведь с вами в карманчике волшебном есть крем. Мы берем крем, прям тут же не слезая со стула. Намазываем руки. Кладем крем обратно в карман. Любуемся на чистую люстру. Ну, а минут через 15 на супер нежную кожу наших рук. Так что, гости дорогие, добро пожаловать! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»